И здесь сразу же мы с вами поговорим о разгоне. Каждому герою начисляются очки перемещения в начале каждого хода. Как они начисляются? Компьютер пробегает по всем героям, которые у вас есть, и смотрит, какой самый медленный юнит в армии есть. Вот, допустим, у нас вот такие вот юниты есть. Так они заночевали, мы передали ход, и им будет начисляться целый ряд очков перемещений. Смотрите, что мы имеем с вами в итоге. У этого героя всего лишь один юнит. Нажимаем правой кнопочкой по юниту и смотрим, что здесь написано о его скорости. У него шестая скорость. Значит, будет шестой разгон. Сейчас вот здесь на экране вы видите табличку. В этой табличке видно, сколько очков перемещений будет получать тот или иной герой. В зависимости от того, какой у него был разгон, какая скорость. А вот теперь рассмотрим этого героя. У этого героя, смотрите, есть юнит с пятой скоростью, юнит с шестой скоростью и юнит с четвертой. Поскольку из всех трех юнитов, которые здесь есть, и самый медленный юнит это троглодиты, именно с четвертым разгоном этот герой останется. Исходя из таблички, понятное дело, что у этого героя будет меньше шагов. Теперь давайте посмотрим, как считаются, в общем-то, сами эти очки. Есть, в общем-то, у нас движение по дорожке, а есть движение по бездорожью. Дороги бывают трех типов. Это медленные дороги, они такие земляные будут. Это средние дороги, они похожи на эти дорожки, только немножко по-другому устроены. И быстрые дорожки. Чем более быстрые дорожки, тем меньше очков перемещения вы тратите на каждый шаг при перемещении, собственно, по ним. Поэтому, если вы хотите сыграть быстро, сыграть темпово, вам необходимо будет, конечно же, внимательно считать очки перемещения и рассчитывать, а куда же вы будете добегать, а куда добегать не будете успевать. На вашем экране появилась табличка, по которой вы можете посмотреть, как рассчитываются очки перемещений. Для вас ее озвучу. Если у вас вот такие вот быстрые дороги, это дороги, которые, видите, так отчетливо видно, что на них есть камушки. Вы тратите на каждый шаг, передвигаясь вверх, вниз, влево и вправо, 50 очков перемещений. Если же дороги будут средние, то есть примерно такая же дорожка, но камни будут больше таким сереньким между собой отмеченную, то есть они не так отчетливо будут видны, это средние дороги. Там вы будете тратить на каждый шаг 65 очков перемещений. На медленных дорогах вы тратите 75 очков перемещений. Если же вы движетесь по диагонали, то есть наискосок вверх-влево, вверх-вправо, вниз-влево, вниз-право, то там вы тратите на быстрых дорогах 70 очков перемещений. На средних 92, это с округлением в большую сторону. На медленных 106. А если вы двигаетесь по бездорожью, то есть по клеточкам там, где нет дороги, то двигаясь на таких местностях, как грязь, трава, лава, подземелье, вы будете тратить без диагоналей вверх-вниз, влево-вправо 100 очков перемещений. А с диагоналями, как раз двигаясь наискосок, вы будете тратить 141 очко перемещений. На некоторых местностях существуют штрафы. Штраф, он работает тогда, когда вы двигаетесь по конкретной местности, таская с собой неродную для этой местности армию. То есть, грубо говоря, это работает так. На таких местностях, как камни, снег, болото и песок, есть юниты, которые научились двигаться быстро, и на них штраф не работает. Это те юниты, которые живут на этой местности. Для других юнитов эта местность абсолютно непонятно. Они начинают тормозить, застревать на этой местности, и вам приходится тратить больше очков перемещений на каждый шаг таким образом. Это, конечно, очень сильно замедляет. Но, тем не менее, давайте рассмотрим эти штрафы. На камнях существует штраф 125%. Поэтому и двигаясь вверх-вниз, влево-вправо по прямой на камнях, вы будете тратить 125 очков. По снегу и песку действует штраф 150%. Таким образом, вы и 150 очков будете тратить. На болоте 175%, поэтому и 175 очков, двигаясь вверх-вниз, влево-вправо, вы будете тоже тратить. А вот двигаясь по диагонали, тут немножечко другая ситуация. На камнях вы тратите 176 очков. Это с округлением в большую сторону. На песке и снегу 212 очков, а на болоте 247. Как мы с вами говорили, для того, чтобы не было штрафа при передвижении по болоту, нужно бегать только с болотной армией. Если хоть один юнит будет не болотный, на вас будет действовать штраф. Точно так же по песку. Но, в принципе, для песка единственная родная армия, ребята, это кочевники. Поэтому по песку без штрафа бегать можно только с учетом заклинаний. Полет дверь измерений, артефакту крылья ангела и, пожалуй, навыку поиск пути, при прокачке которого вы снижаете штрафы. На снегу нужно только со снежными юнитами бегать. Это замок-башня. Для болота это, в общем-то, болотный замок. Ну и на камнях нужно таскать с собой орчи армии. И никого более, тогда для вас штраф тоже не будет работать. В принципе, о штрафах, о перемещениях мы с вами еще далее поговорим не единожды, в случае чего. Сейчас мы с вами можем все это дело посмотреть наглядно. Для того, чтобы посмотреть, сколько очков перемещения есть у того или иного юнита, достаточно курсор мыши подвести на этого героя. И посмотрите, внизу, над ресурсами, посредине написано «Домокон». Это его имя. Далее пишется его класс. Класс у него «Лорды». И сколько у него есть единиц перемещения. Первая цифра – 1560. Сколько очков осталось? Вторая цифра – 1560. Это сколько очков перемещения у него было в начале хода, с учетом его разгона. Поэтому, смотрите, если мы зайдем внутрь города, купим другого героя, дадим ему разгончик. Сколько у него? 1560 очков. Сделаем один шаг вниз. Еще раз наводим. Смотрите, у него уже 1510 очков. 50 очков за быстрые дороги с него уже за этот ход сняли. Теперь нам нужно сделать шаг по диагонали. Запоминайте, было 1510. Стало. Наводим. 1440. Вот у нас с вами есть, например, Маандор, на которого, если мы наведем мышку на его иконку, видим, что у него в активе 1168 очков перемещения. Если мы сделаем шаг по горизонтали, то есть влево, смотрим, что стало 1068, ровно 100 забрало. В обратном направлении тоже ровно 100 забрало. А наискосок должно забрать 141. Смотрим. И у нас стало 827. То есть, в принципе, эти очки перемещения, конечно же, работают. Одной интересной особенностью является еще и то, как действует последний шаг. Последний шаг для героя. Если вам хватает хотя бы на один шаг вбок, влево, вправо, вверх или вниз, то вам разрешат даже шаг наискосок. Причем даже в том случае, если вам наискосок не хватает. Вот, например, наискосок нам надо 141, а у нас, например, осталось бы меньше. Вот вам наглядный пример в виде кланса. Смотрите, очков перемещения у него осталось 100. И вбок он тоже может двигаться. Но при этом ему разрешается сделать даже шаг наискосок. Но только в тех случаях, ребят, когда это последний шаг и когда нет штрафа местности. Дело в том, что есть одна такая интересная особенность. Для последнего шага всегда действует штраф местности. И если штраф местности не позволит сделать этот шаг, то этого шага не будет. Причем штраф местности действует. Даже если вы кастовали заклинание «Полет», которое должно было убрать все штрафы, все равно штраф по сути будет работать. Причем не важен даже состав армии. Так, давайте наглядный пример вам со штрафами покажу. Вот сейчас мы будем двигаться по территории снежной. Вот снежная территория, да. Смотрите, мы подходим к ней, имея в своем активе 1160 очков. Когда вы преодолеваете шаги между одной территорией и другой, то перемещаясь на снег, я сейчас должен двигаться все равно как по траве. Потому что именно с нее я делаю шаг. Так, смотрите, было 1160. Стало 1060. Видите, никакого штрафа не было. Потому что я делал шаг именно с травяной территории. А вот если бы я делал со снежной территории назад, уже был бы штраф. Смотрите, 1060. Делаю назад. 910. Вот двигаемся сюда. Вот еще стало меньше. И теперь смотрите. Вот такая вот дорожка. Это медленные дорожки. Она такая вот, видите, земляная, грубо говоря. Вот это средняя дорожка. Видно, что она уже не земляная, но на ней отчетливо не видно камни. На быстрой же дороге эти камни будут хорошо видно. По болоту будем медленно плестись. Таким вот образом. То есть сколько у нас тут? 339. Один шаг и уже 164. Ну зато вот видите, да? Медленную дорожку сразу угадаете? Это не сложно. А вот между средней и быстрой разница то, что на быстрые видны камни, на средние камни отчетливо не видны. Давайте с вами рассмотрим варианты, когда можно таскать с собой нейтральные войска, но при этом даже чтобы не было у вас серьезного штрафа. Вот у нас, к примеру, есть войска для перемещения по зоне каменной, то есть цитаделевской. Удаляем все лишнее. Возьмем каких-нибудь нейтралов. В нашем случае это будут, пускай, полурослики. Хитрость заключается в том, чтобы все нейтральные войска были левее той армии, которая у вас является родной для той или иной территории. Теперь давайте пробежимся поближе к каменной территории. А теперь смотрите. У нас с вами в данный момент есть 1335. Попробуем сделать шаг наискосок. У нас осталось 1194. Теперь давайте попробуем сделать еще раз наискосок. 1053 и шаг влево. 953, шаг вверх. 853. То есть, как вы видите, штрафа у хоббита в данный момент нет. Таким образом, вы любых нейтралов можете таскать по разным территориям. Давайте рассмотрим вариант при перемещении на другой местности. В этот раз берем с собой болотных существ, удаляем все лишнее, делаем шаг вверх. И смотрите, в данный момент у нас 1489. Делаем шаг. 1389. Делаем еще шаг. 1289. То есть, всего лишь 100 очков перемещения. И нейтралы таскаются очень и очень удобно таким образом. Точно так же вы можете делать и на снегу, если будете таскать там гремлинов или горгулик, например. А нейтралы будут находиться левее. А вот давайте с вами попробуем поменять назад, чтобы хоббиты были правее. Вот у нас с вами сейчас 1189. С нас при перемещении еще и штраф сняли. Вот такая вот, казалось бы, хитрость. Но эта хитрость может позволить вам очень сильно сократить время. А это всегда большой-большой плюс для вас. Для песка родными являются кочевники. Это вот такие вот юниты. Мы можем с вами и на песке с кочевниками проверить. Вот у нас сейчас остается мало очков перемещений. В данном случае 202. Делаем шаг. Остается 102. А вот если поменяем местами. У нас 1630. 1530. 1430. Ну, кстати, наличие кочевников вообще убирает штраф по песку. Получается так. А если мы возьмем сюда не нейтралов, то есть кочевники позволяют нейтралам вообще всем убирать. Мне сейчас будет интересно увидеть, будет ли штраф для случая, при котором вот у нас, например, есть в наличии 1460. 1360. А если правее? 1260. То есть кочевники позволяют передвигаться по песку вообще всем юнитам, ребят. Без штрафа. Достаточно просто найти это внешнее жилище. И вы тогда сможете перемещаться как по траве, земле и другим территориям. Огромный-огромный плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова